В последнее время все большей актуальности набирает неправильно сформулированный вопрос. А именно, чем лучше воспользоваться при облицовке поверхности керамической плиткой, крестиками или СВП? Всем приветствую на своем канале! В этом уникальном видеоролике я использую макро-режим для видеосъемки. И попытаюсь дать не только теоретический, но и практический ответ на сформулированный вопрос. Для начала давайте рассмотрим пример с применением дистанционных крестиков. Допустим, нам необходимо облицовать некую идеальную, заранее подготовленную поверхность. И для этого наносится на поверхность плиточный клей, а излишки убираются при помощи зубчатого шпателя и затем приклеивается плитка. Для того, чтобы отрегулировать ширину шва между плитками, используются различные по размеру дистанционные крестики. Ну что ж, как видите, получился достаточно хороший результат, но я предлагаю его теперь немножечко проанализировать. Итак, прежде всего подчеркну, что при облицовке никто не использует макро-режим. А зачастую эти условия, особенно при облицовке горизонтальных поверхностей, очень сложные. И заглянуть мастер под правила, чтобы увидеть отклонение в несколько долей миллиметров, является достаточно проблематично. Также отмечаю то, что примеры показывал всего лишь на двух плитках, но при облицовке их намного больше. Так вот, иногда возникают такие ситуации, когда необходимо сдвинуть при облицовке определенный пласт плиток. И, как вы понимаете, таким образом могут нарушиться расстояния между плитками. Для того, чтобы все вернуть в предыдущее положение по дистанциям, необходимо сделать определенный просмотр, на это потратить времени. И, конечно же, может быть такая ситуация, что можно что-то и пропустить. Также хочется отметить, что дистанция между плитками может нарушаться даже в процессе облицовки. Поэтому опытный мастер, он всегда просматривает всю ту поверхность, которую облицовывает. И, конечно же, нужно не забывать, что в результате большого количества операций, некоторых маленьких даже передвижений, некоторые плитки могут уйти на несколько долей от первоначально заданной плоскости. И последнее, что хочется отметить в данном примере, это то, что есть некие усадочные процессы при высыхании клея, которые не может проконтролировать ни один, даже самый высококвалифицированный мастер. Что, в свою очередь, может повлиять на конечный результат. А теперь я покажу применение системы СВП на аналогичном примере. Как видите, результат получился хороший. Ну и его давайте проанализируем. Итак, прежде всего мы получаем идеальную плоскость. Второе, как вы уже обратили внимание, мы, используя данную систему, как бы замыкаем плитки между собой, тем самым получая определенный монолит. Другими словами, если нам необходимо будет выполнить перемещение одной или нескольких плиток, то мы будем точно знать, что ширина дистанционного шва между этими плитками останется в фиксированном значении. Потому что все плитки как бы замкнуты между собою. А это, в свою очередь, очень сильно экономит время. Так же, как я говорил о том, что зачастую условия работы бывают достаточно неудобные, и мастеру неудобно заглянуть под правила, когда он облицовывает горизонтальную поверхность. То вот, используя СВП-систему, он будет знать, что 100% у него есть абсолютное примыкание по плоскости между двумя плитками. Ну и, конечно же, как я сказал, что есть некоторые процессы, которые не подвластны ни одному мастеру. Но благодаря данной системе мы можем более-менее этот процесс держать под контролем. Допустим, у нас есть две смежные плитки, и в процессе высыхания клея один уголок одной плитки начинает опускаться. Так вот, когда мы используем крестики, плитки между собой не связаны. И вот эта плитка смежная не участвует в том, чтобы вот эта плитка не опускалась. Когда же мы используем СВП-систему, плитки между собой связаны, и вот эта плитка помогает, чтобы вот эта плитка как можно меньше проседала от усадки клея. Как видите, преимущества достаточно явные. Но вместе с этим возникает также и другой вопрос, на который я хочу ответить, а можно ли использовать и СВП-систему, и крестики. Именно так я поступаю в тех случаях, когда мне необходимо отрегулировать дистанцию между швами, которая была бы больше, чем 1,2 мм. Так как толщина ножки СВП сейчас составляет 1,2 мм, в некоторых системах есть по 0,75 мм. Но когда мне необходимо сделать 1,5 или 2 мм, для этого я использую дистанционные крестики. Ну что ж, я думаю, что каждый уже понял, что СВП-система и крестики – это абсолютно два разных инструмента, которые предназначены для выполнения своих определенных задач. А в свою очередь это говорит о том, что СВП-система не может заменить крестики, как и крестики не могут заменить СВП-систему. И в завершение данного видеоматериала хочется отметить, что на моем канале достаточно большой раздел про СВП-системы. И вы можете, просмотрев еще некоторые видеоролики, намного больше обогатить свои знания относительно данной системы. И, конечно же, я думаю, что она вам понравится, и вы будете применять ее в своей работе, что в свою очередь намного больше улучшит ваш конечный результат. Всем благодарю за внимание, всем пока!